Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анапа вперед! Путевка на Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги у нашей команды. Начнем с новости, которая касается многих жителей нашего города. Анапчан призвали не ждать скорой отмены взносов в фонд капитального ремонта и не верить различным слухам. По городской администрации прошло выездное совещание комитетов ЗАГС Собрания Кубани, курирующих сферу ЖКХ. Подробности в нашем эксклюзивном материале. Взносы на капитальный ремонт – это всерьез и как минимум на десятилетия. А те, кто стал собственником квартир в большом доме, должны разделить ответственность за состояние фасада, крыши, подъездов и общих коммуникаций. Сегодня на Кубани и Анапа, не исключение, собирается примерно половина положенных сумм. Отметили, что одной из главных причин являются постоянные политические спекуляции вокруг данной темы. Надо всестороннюю, разностороннюю работу проводиться, для того, чтобы убедить, убедить людей, что иной альтернативы нет. И вот эти, надежду, вот привет, барин, вечная наша русская, российская, барин нас рассудит, что спешил отдаст нам отмашку какой-то большой чиновник. И раз, и отменят, и ничего, и опять государство будет за нас ремонтировать все. Не будет этого. Мы сегодня не организация, которая собирает деньги для себя, а организация, которая аккумулирует взносы, ваши взносы, в которые в любой момент вы имеете право открыть свой спецсчет и перечислить на свой индивидуальный счет. В программе капремонта в Анапе участвуют 537 домов. Средства для большинства из них накапливаются на счетах регионального оператора. Помимо этого, есть возможность проводить работы в счет будущих взносов за три года вперед. На краевом уровне рассматривают возможность увеличения срока до 10 лет. Это предусмотренный законом максимум. Есть у нас один дом в Анапе, 2 на 2,3, не остановлены на сегодняшний день 4. Там они в очень сложной ситуации, аварийные. И для того, чтобы их поменять, на сегодняшний день средства собственников, даже учитывая заимствование в 19-е годы, не хватит, даже чтобы поменять один день. Поэтому у нас большая надежда на изменения. Если это произойдет, то после ивня месяца мы сможем в этом доме заменить все четыре счета. В Краевом министерстве ЖКХ считают, что в отдельных случаях владельцам квартир стоит самим брать ситуацию под контроль и исходить из собственных возможностей. Для этого необходимо открывать отдельные спецсчета и переводить туда деньги. Тогда заимствовать из общего котла будет уже нельзя, но появится возможность брать льготные кредиты, а главное, можно будет самим устанавливать размеры взноса с квадратного метра. Вы имеете право собрать жильцов общего дома и сказать, коллеги, вот 5.32 установлена норма краевым законодательством, а мы не сможем выполнить ремонт. Давайте мы соберем не 5.32, а 22. И соответственно мы понимаем, что да, это сложность, это работа с жителями, это направление, которое требует серьезного обсуждения. Но никто вам сегодня по закону это не запрещает, это ваше право. На совещании предложили поднимать собираемость взносов на капремонт, а также проводить разъяснительную работу по линии территориальных органов самоуправления. Распоряжаться землей вслепую не просто глупо, это преступно. Глава НАПП потребовал от подчиненных судьбу каждого, вновь сформированного для продажи и аренды участка, решать только после выезда на место и посоветовавшись с анапчанами. Прекрасный зеленый уголок на Пионерском проспекте. Как можно было отдать под спил эти тополя ели, когда буквально каждое дерево на счету. Факт бездумного формирования участка глава НАПП прокомментировал на планерке. На Пионерском проспекте надо сформировать участок 702 квадратных метра в районе Джемете под малые гостиницы. Я вам докладываю, в этот участок, я вчера сам проверил, входит 26 сосен и 18 тополей. Вы что, балбесы совсем, что ли, а? Или какими словами вас называть? Защитить участок от попыток застройки – вот что требует Сергей Сергеев, чтобы завтра не подавать в суд очередной иск о сносе самостроя. Игорь, на контроль бери. Да, я взял уже. И срочно перевести, чтобы ни у кого даже мысли не возникло. Сюда просится минимальное благоустройство и минимум затрат. Поставить лавочки и сделать освещение – и новый сквер готов. По каждому новому сформированному участку надо выезжать на место. Выезжать и смотреть. Тогда все будет понятно. И разговаривать с людьми. Те, кто здесь работает, те, кто здесь живет. Анапский многофункциональный центр в преддверии Дня Победы вводит с 1 апреля новую бесплатную услугу для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Специалисты МФЦ готовы выехать к ним на дом, чтобы принять документы для оказания государственных, региональных и муниципальных услуг. Получить информацию о данной услуге и встать на предварительную запись можно по телефону 9-21-04 и 9-21-24. А теперь новости культуры. В городском театре Анапы состоялось торжественное открытие краевого конкурса исполнительского мастерства среди учащихся солистов отделений духовых и ударных инструментов. В краевом конкурсе молодых исполнителей принимает участие 194 человека. Это воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств края и республики Адыгея. В Анапе фестиваль проводится уже третий раз. От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной его участников приветствовал заместитель министра Максим Усатюк. Вы все победители, вы, я не попроюсь этого слова, дорогие ребята, дорогие участники, вы будущее России, вы тот потенциал нации, тот интеллектуальный, если хотите, потенциал нации. И никогда не забывайте, что Россия это была и остается и будет самой великой страной, самыми замечательными людьми и представителями в искусстве, будь то балет, изобразительное искусство или музыка. И вы на сегодняшний день тоже творите эту историю. Вы лучшие. Конкурсная программа продлится до 31 марта. Она состоит из таких номинаций, как «Сольное исполнительство», «Коллективное музицирование». В течение этого времени жюри предстоит оценить сложные музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении начинающих музыкантов. В этом году конкурс будет судить жюри под председательством заслуженного деятеля искусств профессора класса флейта Российской академии музыки имени Гнесиных Владимира Кудря. Искрометный юмор и смекалку продемонстрировали участники Всероссийской юниорской лиги КВН в полуфинале, который состоялся сегодня в Анапе. Этот этап лиги наш город принимает уже более 10 лет. Сегодня руководство края не скрывает того, что делает ставку на это молодежное движение и намерено оказывать всестороннюю поддержку. В этом году игры юниорской лиги завершатся 21 апреля в Москве. Побороться за право выступить на главной сцене в Доме КВН получила возможность и анапская команда «220 вольт». Команды проходили фестиваль в декабре в Москве, в Доме КВН. Теперь приехали в город-курорт для того, чтобы выявить финалистов сезона. Сезон 2015-2016. Мы как школьный сезон играем, ну это школьники, дети, поэтому им комфортно. То есть начинаем в сентябре, потом в декабре, вот сейчас уже в марте полуфинала. Команды победителей полуфиналов проходят в финал Всероссийской юниорской лиги КВН. Нам приятно отметить, что помимо того, что это вся Россия, Урал, Сибирь, Запад, все остальное, нам приятно отметить, что в этом году в полуфинал пробилась и команда из курортного города Анапы. Что особо приятно, дети везде играют в КВН. Анапские хоккеисты в упорном противостоянии с командой из Сочи завоевали путевку на юбилейный 5-й Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги 40+. Путевка на эти соревнования нашим хоккеистам далась непросто. Соперниками клуба Анапа по финальной серии до двух побед стала команда Сочи. Первая игра, она проходила в столице Олимпийских игр, закончилась разгромным счетом 5-0 в пользу анапчан. Наши земляки, по словам представителя ночной хоккейной лиги в Краснодаре Владислава Варшавского, на протяжении всего турнира были в числе фаворитов соревнований. На сегодняшний момент команда имеет достаточно хороший сбалансированный состав, как по линии обороны, так и в линии нападения. Но, естественно, достаточно хорошим уровнем обладают во втори команды. Поэтому команда является одним из ключевых фаворитов на победу. И, собственно говоря, победила в региональном отборочном этапе по зоне Краснодар и вышла в итоговый финал в нашем регионе регионального отборочного этапа Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд, проводимых годы гидой ночной хоккейной лиги. Следующая игра должна была стать решающей, но соперник приехал в Краснодар бороться до конца. Капитан Анапа Герман Пагукаев в перерыве между периодами так оценил вторую встречу команд. Расслабились после первой игры. Первые легко их обыграли 5-0 в гостях. У них было три атаки, три броска, два гола. Они тоже сделали выводы по сравнению с прошлым разом. Очень жестко играют на пятаке. Не дают подъехать даже на пятак. Итог этой игры – победа хоккейного клуба «Сочи» 5-4. И счет в серии 1-1. Третья игра должна была, как говорится, расставить все точки над «и». Тренер Анапа Сергей Томов перед игрой дал простую установку – воспользоваться преимуществом над соперником скорости и не совершать ошибок. У меня просьба такая. Максимально быстро старайтесь форсировать передачи. Ускоряйте игру, ускоряйте игру. Скорости мы побыстрее. Поэтому необходимо передачу как можно быстрее доводить до зоны противника. В общем, настроение бодрое. Поехали, поиграем в хоккей. Игра сложилась такая же напряженная, как и до этого. Но установки на матч были выполнены и счет на табло 4-1. Анапа выиграла финал. Я бы сказал, что эта игра на уровне валидольной, их называют другими словами. То есть, когда на нервах, когда натянута каждая струна, каждый игрок отдается полностью игре. И не взирая на счет финальной игры 4-1 мы выиграли. Тем не менее, не было уверенности до последней секунды, что мы сможем одержать легкую победу. По итогам этого турнира игроки и тренер нашего клуба получили заслуженные награды. Лучший снайпер Сергей Калинчук, лучший бомбардир Герман Пагукаев, лучший тренер Сергей Томов. А команда получила путевку на Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги «40+,», который пройдет со 2 по 14 мая в Сочи. В нем примут участие порядка 150 команд со всей страны. А победитель этого фестиваля получит грант на строительство ледового дворца в своем городе. В День независимости Греции Центральная библиотека провела круглый стол «Греки в России. Встречи на перекрестке культур», посвященные Году России и Греции. Темой обсуждения стала поддержка культурного диалога между двумя странами. О своем вкладе в развитие русско-греческих отношений пришли рассказать представители различных организаций и учреждений Анапы. Историки краеведа, депутаты совета, сотрудники краеведческого музея и организации Центра славянской культуры, а также отец Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского. Приятным завершением заседания стало выступление Греческого народного театра «Элифтерия». Мы ж в легионы боевые собрали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, плывет. Спустите, сумерки густые, не видно солнца, земля плывет. В продолжении мероприятий, посвященных Году Греции в России, в Доме культуры Витязи, общественная организация «Гаргипи» устроила праздник для всех анапчан. Перед гостями выступили местные творческие коллективы. Артисты с помощью театрализованного представления и национальных костюмов провели настоящий экскурс в историю Анапы. Разносторонняя программа познакомила как с творчеством греческого народа, так и с другими национальностями, проживающими на Кубанской земле. Внимание! 30 марта в Анапе будет проводиться плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Управление гражданской обороны и защиты населения просят анапчан и гостей курорта при включении сирен и громкоговорящих устройств соблюдать спокойствие. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности и означает «Внимание всем». Поэтому сигналу необходимо включить телеприемники на каналы «Россия-1 Кубань» или «Кубань-24», радиоприемники на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на каналы «Первое радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальные сообщения. Генеральный партнер программы «Новости» производства на предприятии «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин